Всем привет друзья, я один из тех, кто много времени провел за ловлей горбушина Колпакова. В моем случае главной целью был вылов сундуков вместе с этой рыбой. Есть игроки, которые уже несколько лет ее ловят и им это нравится, ведь способ не затратный, а поимка сундука всегда приносит удовольствие. Давно хотел записать данное видео, тема довольно интересная, значит всегда затребовательная. Начнем с того, что горбуша дает 15 кармы и выпадает на руня хищника. И есть вероятность выбить ее на специальном удилище для ловли сундуков Джон Сильвер Мэджик. Для ловли горбуши и другой красной рыбы также есть специальная снасть, это Джон Сильвер Салман, которую можно получить за завершение шантарского промысла. Сама удочка никак не помогает ловить сундуки, она лишь дает большее количество пойманных рыб. Повышает шанс вылова сундуков и качество призов внутри, руна камень удачи, отвар удачи и, возможно, отвар кладолова. Также ранее упомянутая спецудочка для этой задачи. Какой прирост в процентах прибавляет что-либо из ранее перечисленного, никто не знает из-за того, что данной информации разработчики игры нигде не предоставляют, а проверить это никак невозможно. Минимальный вес горбуши составляет 250 грамм на всех базах. Проверить спецснасть, если вы ее покупаете, можно несколькими способами. Во-первых, нечищенный салман не кладется в хранилище, дом или багажник. На рабочую снасть в основном вечером и утром по игровому времени будет ловиться больше минимального веса при ловле на маленькую блесну. Ну и дорогой способ руна хищника. Время ловли горбуши дневною, ночью она не клюет. Начнем с самой известной и популярной базы для ловли горбуши Колпакова. Подойдет большинству, кому еще не надоел этот пейзаж, ловится хорошо на все самодельные блесны, но идеальный вариант это поморник маленький при медленной проводке. Из воблеров работает на ура 2012 маленький. Один из самых популярных забросов 4.09 где ловлю и я. На салман получается не менее 100 хвостов за игровые сутки. Смена серверов и другие лайфхаки для ловли сундуков по-моему абсолютно не действуют. И это исключительно рандом, который нам простым смертным походу не разгадать. Яркий пример этого рандома это более 7 лет игры в R3 лично мною. И первый золотой сундук я поймал лишь неделю назад на новом аккаунте. Стопью без каких-либо отваров на самую обычную удочку. Жаль только призы радуют довольно редко. Вторая база это Большой Шантар. Здесь сразу две рабочих локации это Протока и Русла. На протоке в левой части много зацепов, так что будьте осторожны. Так как рабочая здесь блесна, это самодельная вращалка Орлан маленького размера. Ну и очередное подтверждение очень странного рандома сундуков. На данной базе также немало прилова, но есть и один плюс в виде стабильно попадающихся с рыбой перышек разной стоимости. На локации Русла куда ни кинь, везде клюет хорошо, из-за рельефности дна. Опять странности рандома, ловишь большую часть горбушек, которые находятся на первом месте в списке любимой рыбы, а сундуки попадаются с приловом почему-то. База Кроноцкий залив также подойдет сундуколовым экспериментаторам. На пятой и седьмой локации есть много горбуши, но здесь заметно больше прилова. Возможно кому-то это и мешает, лично мне даже интереснее поймать сундук с какой-либо новой рыбой. Ведь как показывает практика, такое случается довольно часто. Работают все самодельные вращалки, но лучше всего клюет горбуши на сапсан маленький на обеих локациях. Так что будьте осторожны, во время ловли горбуши часто клюет крупная чавыча, которая с радостью унесет ваши блесны. На локации Лососевый Плес работают все дорожки в правой части локации над старым деревом. Лососевый Плес Практически без прилова, при этом ненамного отстает по количеству выловленной горбуши по сравнению с вышеупомянутыми базами. Для меня данная база за собой несет много ностальгии еще со времен оффлайновой версии игры. Половив несколько суток у меня получилось в среднем 65 штук горбуши за один игровой день на Салман. Также есть варианты, например база Майнгунга, локация изгибу каменных столбов на 3010 и 13 маленькие воблеры. Также ловится много горбуши. По количеству возможно чуть меньше, чем на предыдущих базах, но все-таки она клюет. Заброс посередине локации 4.61. На удивление спустя столько лет игры в русскую рыбалку мне не удавалось поймать золотой сундук. С учетом того, что этим целенаправленно занимался долгое время. А тут при записи одного ролика попалось целых три. И где где, а на Майнгунге никак не ожидал его увидеть с основного аккаунта. На базе Амур также есть возможность половить сундуки с этой рыбой, так как клюет она довольно часто. Рабочая блесна воблер 3005 и 3007 маленький. Забросов на локации очень много и все они работают, но учтите тот факт, что с глубоких ям будет меньше количества, но больше крупной рыбы. Лучше выбирать проводки, где вы будете протягивать блесну сразу по двум ямам, тем самым увеличится число поклевок за то же время, что на других забросах. Приломом попадается скрипун, но довольно редко и дискомфорта он не предоставит точно. Еще одна база для маленьких разрядов – кола. На локации пороги и перекаты работают 13-й и 14-й маленькие воблеры на медленной проводке. Субтитры делал DimaTorzok Ну и самые интересные – открытия сундуков. Заглянем внутрь каждого из них в надежде выбить что-то годное. Ясно. Мусор Шлак Опять И золото туда же. Ясно, порадовали сундуки нас исключительно своим видом. Ну и на этом все. Спасибо, что заглянули и досмотрели видео до конца. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал, прожимая колокольчик. Всем удачи и много хороших сундуков. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok